Макеевка – город областного значения в Донецкой области. С 2014-го город контролируется так называемой Донецкой Народной Республикой. Расположен в пяти километрах от областного центра города Донецка. Как и большинство шахтерских донбасских городов, представляет собой конгломерат отдельных поселков, местами слившихся друг с другом. Довоенное население – 350 тысяч человек, послевоенное – 320 тысяч. Делится на пять административных районов. Захват и оккупация. Захват Макеевки начался 13 апреля 2014 года. Возле гор исполкома более тысячи пророссийских активистов подняли триколор и флаг так называемой Донецкой Народной Республики. Здание исполкома сдали без боя. 16 мая представители самопровозглашенной республики заняли учебный центр управления госохраной. Позже были захвачены милиция, прокуратура, суды. Город полностью перешел под контроль так называемой ДНР. Руководство. В силу близости города к Донецку лидер боевиков Александр Захарченко – частый гость в Макеевке. До недавнего времени в городе был комендант Мутный. Позже его арестовали с помощью целого батальона. Руководит городом бывшая чиновница, ныне исполняющая обязанности главы администрации Лариса Толстыкина. Силовой блок представлен полицией, так называемой ДНР и батальоном «Восток». Есть отдельные формирования, которые подчиняются Донецкой комендатуре. До недавнего времени в спецоперациях были задействованы российские войска. Одна из крупнейших баз находится в районе городской больницы. Макеевка неоднократно подвергалась обстрелам последний раз в августе-сентябре 2015 года. Тогда пострадал центральный район. Завод, жилые дома, ранены местные жители. Экономика и промышленность. Преимущественно развита тяжелая промышленность и шахты, добыча каменного угля. Работает предприятие «Макеевуголь», «Ясиновский коксохимический завод», «Макеевкокс», «Обогадительные фабрики». Особенность макеевских шахт состоит в том, что все они соединены старыми горными работами и имеют гидравлическую связь между собой. Поэтому нельзя ликвидировать ни одной шахт, не построив на близлежащих дополнительного комплекса водоотлива. Макеевский металлургический комбинат имени Кирова остановлен. Макеевский труболитейный завод имени Куйбышева закрыт. Оборудование демонтировано. Образование и здравоохранение. В Макеевке 34 больницы и поликлиники, 4 санатория, научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности. Медикаментов нет. Больница существует за счет гуманитарной помощи, которой поступает только четверть. Остальное разворовывается либо распродается. Сами боевики преподносят остатки гуманитарки как помощи собственного кармана. В городе 83 школы и почти 40 тысяч учеников, 11 техникумов, 6 музыкальных школ. Деньги и соцвыплаты. Как и в других городах, наиболее незащищенными оказались инвалиды, пенсионеры и молодые мамы. Все они остались без выплат. Также горожанам не выплачивается зарплата, поступающая в качестве помощи еда зачастую плохого качества. Зимой жители несколько раз организовывали голодные бунты с лозунгами «капуста червивая» и требовали от боевиков нормальной еды. Цены на основные продукты питания. Сыр 230 гривен за килограмм. Колбасы копченые 300 гривен за килограмм. Сало 110 гривен за килограмм. Рыба 80 гривен за килограмм. Сахар 25 гривен за килограмм. Крупа ячневая 6 гривен за килограмм. Конфеты шоколадные 310 гривен за килограмм. Продолжение следует...